Всем привет! Сегодня наше утро, началось происшествие, я просто в шоке вот с этой вот собачки. Это щенок, и есть какие-то у нас все равно проблемы. У меня многие спрашивают, как отучить от этого, как от другого. У нас самих есть проблемы, я как бы конкретно не кинолог, я сама всегда ищу везде информацию. Сегодня у нас случилась такая ситуация, Бетти отгрызла кожу от этого вот стула. Мы об этом не знали, и об этом я узнала только когда оно все начало выходить. Слава богу, ничего не застряло, все вышло естественным путем. Я просто думала, она как всегда, ее нужно помыть там после туалета. И я смотрю, вытаскиваю кожу прямо из нее, вот ну сантиметров 10, наверное. Нам очень повезло, что ничего не застряло у нее в кишечнике, там желудке, я не знаю. И вчера читала в инстаграме тоже там, схватила бусинку, шпиц, и они делали уже операцию. То есть щенки, они реально все метут. Мне кажется, у многих были такие проблемы, и у меня и с Йорками как бы были такие проблемы, что они и на улице все подбирают. Мы с Бетти записались в онлайн-школу для собак на бесплатный вебинар о том, как сделать собачку послушной. Вот этих вот маленьких щеночков, которые не слушаются. Кто-то кусается, кто-то подбирает там все подряд на улице. И также у этой онлайн-школы есть ютуб-канал с огромным количеством видео о том, как воспитывать щенков, собак, почему подбирают на улице. Там есть отдельное видео, которое я сегодня посмотрела раза три. Чтобы все не забыть, мы сейчас пойдем на прогулку, правда у нас минус 18 сегодня. Вот, ну, одену ее, и будем учиться на улице. У нас будет практика, сейчас мы посмотрели теорию. Советую вам тоже перейти на канал, возможно, вам это прям поможет, воспитание щенка. Я вообще, все команды моей собачки, вот все Йорки, они обучены именно по Ютубу. Я всегда все ищу на Ютубе. И чтобы вам не затрудняться, я оставлю ссылочку в описании. Обязательно подписывайтесь, я думаю, вы найдете для себя полезные ролики. Не сейчас, так потом вам это очень пригодится. Потому что проблемы бывают с собачками разными. Особенно, когда у вас много собачек. Привет! С вами Анатолий Апорт. Все мы знаем, что собакам нужно для счастья. Любовь хозяина, вкусные косточки, долгие прогулки и, конечно же, интересные игры. А что нужно для счастья собаковладельцам? Мы рассказываем и показываем, как воспитать и обучить собаку командам, как ухаживать за своим питомцем, как взаимодействовать с четвероногим другом. Подписывайтесь и смотрите наши лайфхаки на канале Гульдог. И ваша собака перестанет безобразничать, полюбит совместные занятия, будет гулять с тобой, а не от тебя. Выучит самые милые трюки и команды. Спокойно согласится на любые гигиенические процедуры. Давайте вырастим послушного и верного друга вместе. Вперед! 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 Пойдем! Бетти! Бетти, держи! Бетти, держи! Держи, держи! А это фу! Это надо выкинуть! Ты куда пошла? Бетти, на! На вкусняшку! Пойдем, пойдем! 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 На! Холодновато, конечно, прям. Ботиночки она не захотела одевать. Вот, подбирает все. Ой, ребята! Где вкусняшка, Бетти? Вкусняшка! Иди сюда! Иди-ка! Иди-иди! Держи! Держи! Мы взяли боксик с вкусняшкой, чтобы когда она подбирает, давать ей вкусняшку. Бетти лазает по сугробам. У нас очень много снега. Кстати, первый раз гуляем на шлейке. Она любит шлейки, поводки не любит. Постоянно отряхивается и остановится. Ты куда полезла? Ну, ты как? Тебя туда посадить надо? На, иди. Иди-ка! Сейчас свалишься. Она любит вот высоко залазить. К веточкам. Иди сюда. Давай, пойдем. Пойдем, Бетти. Пойдем. Прихайся. Пойдем, пойдем, пойдем. Где собачки? Собачки там? Очень холодно. Мы с Бетти вошли в магазин. Пилису ее наручку. Ну, что-то сегодня вообще морозно. Несмотря на то, что много снега. Но она видна, что подмерзает. Это еще щеночек. У нее еще не так много шерстки. Ну, хотя бы шерстка у нее не сырая будет. Еще дождевичка. Шлейка понравилась нам гулять на ней. Вот эти. Собираю сейчас себе делать завтрак. Эти две тут как тут. Они постоянно со мной трутся. Я им даже лежаночку здесь постелила. Она под цвет подходит. Это Юсенька. Вот такая вот она сейчас. Пушистенькая. Пока стричься не собираемся. Возможно, летом буду ее стричь. У меня завтрак начинается, как всегда, в обед. Я решила пожарить себе блины с сгущенкой. Надо убавить пас. И хочу чай попить. Кстати, купила какой-то чай новый. С мангой и с маракуйей. Вкусненький. Обычный черный. Кто там? Маркусин пришел. Привет. Где у тебя резинка? Вчера Ёрков мыла, поэтому они у меня еще без резиночек. Вот минусы Ёрков, то, что их нужно постоянно причесывать. Шпиц хорошо выглядит, даже если неделю не расчесывать. Мне иногда кажется, что шпиц по уходу как бы легче. Хочу дать им сейчас по витаминочке, возможно, еще по вкусняшке, чтобы они мне сейчас не мешали, не клянчили. Они витаминки вот такие пьют вдвоем, потому что шерстку отращиваем, да? Будете? Будете? Юся? Юся, кружись. Молодец, кружись, 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 кружись. Держи. Бетти, Бетти, иди сюда. Лежать. Молодец, Сержи. Вот они с удовольствием кушают эти витаминки. Так. Возможно, сейчас я им еще по вкусняшке дам, вот по такой кроликам. Давно не давала ничего. Сейчас мальчикам придется давать. Они уже завтракали сухим формом. Сейчас. Так, 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 так. Украли поцелой. Ну что это такое? Бетюш, тебе поменьшено. Сейчас. Ломаю. Подожди. Подожди. Бетти, не отнимай. На, держи. 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 Беги. 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 Беги от него, Ильза. Беги. Вкусная, Ёсечка. Бетюша, иди кушать. Вот такой вот у нас завтрак с девочкой. Это так даю. Они долго едят, особенно бы эти, чтобы они мне не просили мою еду. Так я отучаю это прошедничество. Девчонки, вот у меня отучено попрошайничать. Поэтому я пацанов сюда даже не пускаю, когда я завтракаю, потому что это будет полный кулеж. На улице очень холодно, я не могу никак отогреться. Там минус 20. Вообще, то плюс 2, то минус 20. Какая-то погода в этом году точно не нормальная. Так, надо вкусняшки убрать. Вкусняшки прикольные, долго грызутся, кстати. Альпенхау как-то называется. Нам их присылали по ссылочке. Корм надо уже заказывать. Очень быстро корм уходит. С таким количеством собачек. Бетя. Бетя, Бетя. Юси еще, видать, не доело. И вот они начинают соперничать. Юся, не торопись. Я люблю блины, чтобы они прям хрустели. Пока мой завтрак делается, я собираю посылочку. Вот, смотрите, свитерок очень красиво сочетается с шапочкой. Такой вот заказик. Здесь также шампунь по вкусу, с фисташковым мороженым. И футбол. Также еще тут заколочки нужно доложить. Юсенька сидит, слушает. Юся? Ну, не знаю. Юся мне нравится в шерсти. Такая красивенькая, аккуратненькая. Что-то я опять полюбила для моих шерстных ёрков. Чаки у нас вообще в длинной шерсти. Ну, во-первых, чаки худенький. А Маркус мне нравятся стрижки. Марку состригу, праж, хвостик. Ну, как-то так. Вот игрушки у нас обязательно должны быть везде. Лежанки. Не любит очень играться. Да, девочки? Любите играться? Вот так я завтракаю. Торчат одни уши у Юси. Юся? Уселась за стул и смотрит. Сегодня же, кстати, 14 февраля. Я, кстати, вспомнила только об этом утром. Я заказала пирог-пиццу в виде сердечка. Его привезут вечером. Вот. Сниму вам, как выглядит самое интересное. Я каждый год планировала его заказать. И только в этом году у меня дошли руки. Я думала, делают они в этом году такое или нет. Но это бывает только один день. Пицца в виде сердечка. Вот. Я люблю пиццу, поэтому я все, ну, такое сделать мини-вечера с этой пиццей. Застала момент, как Марка сыграет с Дэти. Они любят друг другу играть. Дэти вот и со всеми играет. Вот эти. Ждалась курьера. Собаки у меня всегда очень яростно встречают курьеры. Вот. Поэтому решилась их закрывать. Но лают они у меня, когда кто-то приходит. В Йорке. Два. В общем, Юся и Маркус прям сильно лают. Сейчас буду смотреть пиццу. Мне интересно, как выглядит сердечко. Так. Это не сердечко. Это так тихо. Это вам нельзя. Это арива. Наверное, такая мясная, которая больше, чтобы наесться. Здесь всякие наклеечки еще кладут. Сейчас будем смотреть, как выглядит сердечко. Хотела дождаться, конечно, Дениса, чтобы с ним открыть. Ну, ладно. Вот. Я просто сказала на вечер. Буду ждать его с работы. Потом, наверное, съездим, купим какое-нибудь вино и посидим так вдвоем. Ребята, вот такая пицца. Это пепперони. Я люблю пепперони. Вот форма сердечка на тонком тесте. Здесь какое-то оно не очень красивое. И вот такая пицца. Сейчас сделаю фоточки для инстаграма. И буду ждать Дениса. Прям хочется, скорее всего, это съесть. На Юсе тебе тоже хочется. Кстати, Юся очень-очень любит. Это, наверное, ее самая любимая вкусняшка. Это корочки от пиццы. Вот с Додо. Это Додо доставка. Я чуть-чуть даю, потому что у них тесто, но видно, что оно хорошее. И вот чуть-чуть я ей даю. Ну, так как пиццу не часто заказывают, ничего страшного. У каждого все-таки есть поблажки, наверное, у каждого хозяева что-то дать такое, что любят их собачки из нашей еды. Ну, Юся очень любит сыр и очень любит корки от пиццы. Да, Юсечка? Обрезываешься уже, да? Ну, Юся очень любит сыр. Да, Юся очень любит сыр. Да, Юся очень любит сыр. Ну, Юся очень любит сыр. Ну, Юся очень любит сыр.